Тысячи долларов за грамм метеорита. На черном рынке США стоимость космических артефактов достигла рекордной отметки. По данным экспертов, сегодня по своей популярности астероидная тема уступает разве что Олимпиаде. Осколки всевозможных болидов, упавших на Землю, разлетаются по коллекциям и научным лабораториям с космической скоростью. Кто-то оправляет их в драгоценные металлы, кто-то изучает под микроскопом, рассчитывая открыть секреты мироздания. О небесных камнях, которые порой бывают дороже золота. Алексей Марачев. В российских сувенирных лавках словно метеоритный дождь прошел. На фоне ажиотажного спроса обломки фрагмента и крупицы космических тел разлетаются сегодня, как горячие пирожки. В магазин по продаже метеоритов Максим Мукин пришел вместе с женой, чтобы купить подарки для своих дочерей. Мужчина увлекается астрофизикой. Он хочет, чтобы и его дети с пеленок восхищенно смотрели на окружающий мир. Это попытка оставить в жизни ребенка как можно больше загадок, на которые он хотелось бы, чтобы искал ответы. В этом, мне кажется, есть смысл. Всплеск интереса к космическим артефактам специалисты связывают с прошлогодним падением Челябинского метеорита. Сотни тысяч людей видели кадры, на которых раскаленный болид пронзает атмосферу. С тех пор даже обычные магазины превратились в подобие астрономических музеев. У нас стали здесь ежедневно проходить экскурсии людей, которые приходили, им было просто интересно узнать, а что же такое метеорит. И мы пытались каждому покупателю, каждому пришедшему рассказать, что такое метеорит, откуда они падают, как они выглядят, от чего состоят. Люди приходили, говорили спасибо. Прежде чем попасть на прилабок, каждый найденный осколок тщательно обрабатывают на специальных станках. Как именно это происходит, астроном-любитель Валерий Богдановский узнал только сейчас. Целый месяц он искал под Магаданом части знаменитого метеорита Симчана. И вот теперь наблюдает, как автоматическая пила медленно превращает его находку в десятки сверхтонких серебристых пластин. Валерий Богдановский – один из тех энтузиастов, кто снабжает магазины эксклюзивным товаром. Деньги ему нужны, чтобы достроить на своем дачном участке обсерваторию. Мужчина давно интересуется астрономией и мечтает однажды увидеть событие под стать Челябинскому в собственный телескоп. Вот это у нас колонна, которая уходит в землю на два метра, на глубину зарыта. Она не связана с фундаментом для того, чтобы телескоп не испытывал вибраций. Как ни странно, Челябинский болид по своей структуре эксперты считают вполне заурядным булыжником. Настоящей ценностью являются так называемые полоситы – космические тела из особого сплава железа, никеля и драгоценных камней, которые очень редко попадают на землю. Именно к этой породе относится и метеорит Семчан, рухнувший с небес еще полвека назад в труднодоступной тайге. Здесь вот еще интересные вкрапления хромита и вкрапления левина, которые считаются драгоценным камнем зеленого цвета и выглядят таким образом. То есть он прозрачный. Несколько кусков полосита астроном-любитель пообещал передать в лабораторию Челябинского госуниверситета. Здесь работает астрофизик Сергей Замоздра. По словам ученого, он и его коллеги ждут не дождутся, когда смогут приступить к исследованиям внеземного сплава. Наши, допустим, специалисты по магнитным материалам, они именно вот на это обратили внимание. Они просто у нас требовали каждый кусочек этого сплава. Говорят, давай-давай, у нас такого нету, понимаете. Вот может где-то пригодится в технологиях магнитных, в записи какой-нибудь магнитной и так далее. Вот уже год специалисты и обыватели только и говорят о метеоритах и об их прикладной и научной ценности. На волне этого интереса российский исследователь Челябинского болида Виктор Гроховский даже вошел в десятку самых знаменитых ученых года. Тем временем продавец Дмитрий Нужненко азартно рассказывает о своем товаре очередному покупателю и даже не пытается скрывать. Весь этот метеоритный ажиотаж ему только на руку. Вилка цен на гостинцы из космоса от 50 рублей до 1000 долларов за грамм. И, как правило, выбирают те, что подороже. Например, ювелирные украшения, инкрустированные тем же полоситом. Так что любая новая метеоритная угроза гарантирует не столько глобальную катастрофу, сколько неизбежный потребительский бум. Алексей Марачев, Павел Тенин, Ольга Кнор, ТВ3. Субтитры создавал DimaTorzok